Дорогие друзья, вы слушаете и смотрите телерадиоканал Страна ФМ в эфирной студии волнующийся Роман Шахов и наши гости. Представляете, кто? Обладательница, основательница международной школы стиля Татьяна Тимофеева. Она уже 15 лет составляет гардеробу для самых влиятельных персон, ведет видеоблог и учит нас с вами правильно одеваться. Вот когда пел Леонид Агутин, Таня сказала, что молодец, что постригся, молодец, что еще интересного мы услышим о звездах и о себе. До конца этого часа, собственно, будет обсуждение. Таня, привет. Всем добрый день. Итак, мы очень рады, что ты выбрала время. Скажи, пожалуйста, много ли вообще свободного времени у человека, который занимается таким серьезным делом, как ты? Ну, нужно сказать, конечно, свободного времени не так много, но в страну ФМ прийти большая честь. Спасибо. Спасибо. Итак, давай начнем с того, собственно, как ты пришла в этот бизнес, в это дело, в это искусство. Ну, как пришла? Я всегда мечтала о чем-то вроде этого, и достаточно в юном возрасте я узнала о том, кто такие стилисты. Получив образование, как все, я училась на менеджера, да, я получила стандартное образование. Даже два у тебя образования там выше, да? Да, да, да. Есть такое, да? Вот, и, конечно же, потом прямиком отправилась осуществлять мечту, выучилась на стилиста, и понеслось, поехала, не знаю, 15 лет в счастливом тумане. Оттуда до сюда, быстро и очень классно. Скажи, пожалуйста, вот, ну, в принципе, ты один из самых известных стилистов, а в чем твое конкурентное преимущество, Татьяна? Я полезная, да. Я невероятно полезная и прикладная. Я считаю, что в наше время нет ничего дороже времени, и поэтому, читая какие-то ресурсы, получая какую-то информацию, я хочу, чтобы она работала для меня и для других. Что вот у нас в стране, вообще, как ты оцениваешь людей, как люди одеваются? По-разному. Ну, вот, скажем, 15 лет назад одевались, и вот сейчас. Все интереснее. Да? Над чем еще поработать и кому? Ну, вот тут, может быть, кто-то хотел бы сейчас услышать, чтобы стали одеваться лучше. Мне кажется, все одеваются так, как им на данный момент подходит, и работа, которую нужно проводить, она над собой. Вот то, чем я сталкиваюсь каждый день, это отсутствие понимания, какой вообще хочется быть. Я с женщинами работаю, с девушками, и они вот очень часто не могут сформулировать, как им нужно одеваться, и хочется пожелать осознанности, потому что с ней приходит уверенность. А уверенные, счастливые женщины, они же меняют мир. Стесняюсь спросить, что делать нам, мужчинам, в клетчатых рубашках? Как бы чудесная клетчатая рубашка на очень красивом мужчине. Спасибо, спасибо. Да, что делать? Нужно точно так же ухаживать за собой, следить за собой, оставаться привлекательными. Ну, вот смотри, как быть? Мы можем, конечно, читать твой инстаграм и что-то узнавать, но как это вообще происходит? Откуда начинает дуть ветер моды? В каком месяце зарождается новый год в мире моды? И вообще на что смотреть? Это такой многогранный вопрос. Вообще, нужно очень четко понимать потребности в следовании моде. Вот, может быть, это странно прозвучит, но я вообще не про моду. Так. Да, мы привыкли, что стилисты — это профессион, и на самом деле, может быть, кому-то и покажется, глядя на мой инстаграм, на мой сайт, что это что-то про моду. На самом деле я про повседневную одежду. Вот, давай. Да, и, конечно же, мода — это что-то, что зарождается, наверное, ежедневно в головах дизайнеров. Да, и есть такая интересная штука, которая называется «Пирамида моды». Про нее мало кто слышал, но она очень круто объясняет, почему мы слышим фразы от разных людей, глядя вот на что-то модное. И эти фразы, они очень разные. Вроде люди, выросшие в одном социуме, глядя, например, на подиумные луки, очень маленькое количество людей, глядя на настоящую моду, скажут, что это круто. Да, и очень большое количество людей обычно делают квадратные глаза и говорят, они что, с ума там что-ли посходили, да? Хотя, казалось бы, до этого подиума ты даже не знала, что у тебя глаза могут быть квадратными. Совершенно верно. Вот. И тут нужно просто очень четко понимать, что есть одежда, она может быть модной, она может быть обычной, может быть немодной. И вот если говорить про то, чем я занимаюсь, я, наверное, про обычную одежду для обычных людей. Что нам делать обычным людям? Как подбирать? Есть какие-то принципы, Таня? Да. Вот принципы, которые я декларирую, и которые, мне кажется, действительно работающими, их три всего. Вот наш гардероб должен четко ответить на три вопроса. Это там должна быть одежда, которая лично нам нравится, потому что все начинается с нас. Мы уже выросли, мы большие, нас не заставишь носить то, что нам не нравится. Но я надеюсь, что никого заставить нельзя. Вторая одежда, которая нам идет, это очень субъективный момент. Я всегда говорю всем, кто со мной сотрудничает, что в первую очередь вы должны себе понравиться, потому что всем-всем вы все равно не понравитесь. Будете нравиться себе, будете нравиться большинству, потому что будете чувствовать себя хорошо. И одежда, которая нам есть куда носить, есть такое волшебное слово «уместность». И вот у нас тоже с этим сложности в обществе, потому что не все понимают, в чем куда, и это очень популярный вопрос. Да, в чем в театр, а в чем на детскую площадку, а в чем я пойду в офис на работу? И мы вот эти вещи очень путаем. Вот если коктейль сработает, и то, что мне нравится, идет, и то, что есть уместно в моем образе жизни, соберется в одном гардеробе, мы получим человека, у которого освободилась куча времени и денег для счастливой, классной жизни, в которой он выглядит классно и уверен в себе. Как происходят? Какие-то моменты, например, общения с клиентами, все ли гладко? Есть ли какие-то серьезные или смешные случаи? Что у вас в этом мире? Моменты, конечно, бывают разными, но в основном у меня все очень гладко и приятно, потому что я принципиально не работаю через «я вас заставлю» или «я вас там так вижу». Ко мне приходят взрослые люди. Ты не диктатор? Нет, вообще не такая. Я, наверное, человек с очень широкими взглядами, и это многих, наверное, пугает. И я всегда говорю про осознанность личной ответственности в гардеробе тоже, потому что он транслирует наше внутреннее «я». Поэтому, когда ко мне приходят, это обычно люди, которые морально готовы взять меня за руку и идти со мной вровень одним шагом к тому гардеробу, который им нужен. И, конечно, бывает и смешно, и весело. Раньше иногда было грустно, именно до того момента, как я не поняла, что не надо ничего навязывать. Нужно просто помочь человеку. Это как коучинг, да? Помочь человеку найти себя. Ну, какой-то у тебя, получается, фэшн-коучинг, да? Фэшн-коучинг. Вот я очень часто пытаюсь найти этому формулировку, но, честно, это что-то вроде того. Я еще по второй профессии поведенческий психолог, и эти вещи, конечно, нахлёстываются. Ну, а что мешает людям в повседневности выбирать какие-то вещи? Потому что, например, в метро смотришь, все ходят в черных куртках. Ну, говорят, что это практично, но что скажешь ты? Нормально? Нормально. А мне кажется, вот все, что человек выбирает, оно на данном этапе для него нормально. Он начинает выбирать что-то другое, когда старое становится ненормальным. Ну, это так все в жизни, да? Вот жила-жила с человеком, было нормально. Потом раз ненормально, мы начинаем менять свою жизнь. Поэтому тут момент, в котором мы начинаем над собой работать, это какая-то вот потребность, да? Кому-то хочется чувствовать себя привлекательнее, кому-то хочется... Эпоха обновления. Если начинается, необходимо менять гардероб. Поменять, например, окружение, так тоже бывает, да? Или жизнь заставила поменять. Согласен. Все в жизни течет, все меняется. Вот мы только что разговаривали, а сейчас в эфире «Страны ФМ» должна запеть Полина Гагарина. Представляешь, как она? Дорогие друзья, дорогие любители моды и правильного стиля, у нас сегодня в гостях Татьяна Тимофеева, стилист, фэшн-блогер, основательница Международной школы шоппинга и стиля. Давай про школу поговорим? Давай. Потому что блог мы смотрим, Инстаграм мы читаем, ставим лайки. Ну вот что такое школа? Как туда поступить? Скольки лет берут? Входной бал? Есть ли ЕГЭ потом, понимаешь? Вот расскажи об этом. Отлично. Школа шоппинга — это вообще такое двойное пространство. И в первую очередь это... Ну это, наверное, мои блоги все-таки. Да? Это вот и есть я. И это такая моя социальная миссия. Что-то, что я делаю каждый день для того, чтобы тысячи девчонок, женщин по всему миру могли забыть про пресловутые «нечего надеть, некогда сложить, ничего не нравится, ничего не идет». Да это, к сожалению, много места в голове женщины занимает. И шкаф не могут закрыть при этом. А вот по-разному. Есть те, которые не могут закрыть, а есть те, которые боятся что-то купить. И то, и то оно какое-то... Ну, крайности не всегда, да? Здорово. Вот поэтому промежуточное состояние желательно достигнуть. Когда ты купила, довольна и дальше по своим делам пошла. Присоединиться очень просто. Нужно подписаться. Мне кажется, что то, что я делаю актуально... Ну, вот у меня периодически мамы спрашивают, когда можно к тебе дочку отправить, да? Мне кажется, что то, что я делаю актуально для взрослых. Лет, наверное, так с 23-25, с того момента, как мы сами начали отдавать деньги за одежду. Потому что когда папа с мамой покупают, это другое. Это когда вот живешь с родителями, они тебе говорят, соблюдай чистоту, а ты вот не понимаешь, тебе в ломы. А когда ты свою квартиру получаешь, ты начинаешь там первое время, по крайней мере, точно, да? За всем очень тщательно следить. И вот когда мы свои деньги тратим на одежду и начинаем допускать свои ошибки, у нас появляется мотивация научиться это делать. Потому что цена ошибки высока. И вот с этого момента можно подписываться на любой из моих блогов в интернет или в инстаграм и дружить. А то есть получается это рациональное наполнение гардероба, да? Да, я бы так сказала. Потому что, ну, хоть традиционно, наверное, про стилистов все думают, что это кто-то, кто заставит тебя купить кучу шмоток. Вот из забавных всегда опытов. Это когда работаешь с частным клиентом, приходишь домой, допустим, гардероб разбирать. И я всегда вижу либо очевидно, либо, ну, такого разъяренного мужа, да, вот очень часто. Он либо умеет держать лицо, либо иногда даже не умеет держать лицо. То я точно знаю, что он думает, что сейчас она скажет ей все выкинуть, купить все заново, а я буду за это платить. И вот как бы картинка стилиста, да? И вот эти вот мужья, они мои лучшие друзья потом, они мне всегда пишут, я ее отвез в Италию после твоих курсов. И ты знаешь, Тань, мы взяли с собой, как всегда, четыре пустых чемодана, но она ничего не купила, да? Или она купила три свитера и больше ничего не нашла. Нанимой вопрос наших зрителей и слушателей из Воронежа. Что делать? Что в Саратове? Как там жить? Если в Италию не так часто они ездят, может быть, люди. Мне кажется, что сейчас, когда у нас настолько развит онлайн-шоппинг, мы, в общем-то, продукты научились покупать, книжки научились покупать, я не вижу проблемы даже в тех городах, где, правда, объективно есть проблемы с магазинами одежды. Ну, сложнее, конечно. Да, там, ну, это правда, да, такое есть. Нет проблем пользоваться онлайн-сервисами и покупать. Но у тебя не получится купить онлайн, если ты не знаешь, что тебе идет. А вот вся проблема в том, что многие просто не знают, чем идет. Они открывают онлайн-магазин, они заходят в обычный магазин, и там тонут просто под вот этим вот ассортиментом, который, с одной стороны, спасибо, что есть, а с другой стороны, ну, половину надо сжечь, я считаю. Получается, что школа — это подписка на твои ресурсы, и дистанционно ты людям помогаешь. Люди присылают ли тебе какие-то фотографии? Тань, купить ли эту кофточку? Подойдет ли мне этот джемпер? Если люди хотят пообщаться со мной лично, то у онлайн-школы есть бесплатная сторона медалей. Естественно, я очень стараюсь сделать так, чтобы бесплатная была достаточно полноценной. Я регулярно получаю девчонок спасибо, и спасибо им за эти спасибо. Когда они пишут, что я тебя читаю полгода, и я перелопатила весь гардероб, и я поняла, как это делать. Ну, естественно, те, кто хотят разобраться и понимать, что бесплатной информации им не хватает, есть платная школа, и там со мной можно два месяца учиться, держаться за руку, переписываться, получать советы и поддержку. Ну, это мы говорим о людях, которые уже взрослые, да? Вот люди, которым 23-25, которые себе заработали сначала на квартиру, а потом поняли, что у них... Не обязательно они уже успели на квартиру. В этой квартире появился шкаф, но в шкафу-то пока ничего. Что быть, как быть с детьми, которые, может быть, изначально хотели бы получить представление о красоте, о рациональном использовании одежды вообще, что хорошо, что плохо в этом мире? Ну, я не уверена, честно говоря, по своему опыту общения с детьми и подростками, что их вот в большинстве своем этот вопрос остро интересует. И у меня в блоге есть такое слово, как насмотренность. Мы очень часто с девчонками и клиентками, подписчицами пользуемся. Это про то, когда у тебя перед глазами какой-то есть пример, который своим молчаливым присутствием в тебе что-то воспитывает, да? И вот с детьми я как считаю, что... Ну, почему у нас в обществе такая проблема? Вот мы не знаем, что надеть, мы не знаем, что купить, покупаем вечно что-то не то. Дорогие друзья, вот об этом мы поговорим чуть позже. Мы продолжаем. Татьяна Тимофеева сегодня в гостях у телерадиоканала «Страна ФМ». Стилист, фэшн-блогер, основательница международной школы шоппинга и стиля. Итак, мы закончили свою интереснейшую беседу на том, что такое насмотренность, дети и так далее. Ну, так вот, дети иметь должны перед глазами пример мамы и папы, которые одеваются со вкусом. Я не могу утверждать, что всем-всем на свете надо одеваться со вкусом, но мы же понимаем, что как бы там ни было, всегда было и будет, что первопечатление у нас будет складываться по внешнему виду, в том числе есть куча популярной известной статистики, которая гласит, что 70% людей делают выводы о другом человеке, глядя на его внешний вид. Просто печально, но это факт. Поэтому, конечно же, чтобы наши дети в будущем не сталкивались с неумением оформлять свою внешность в тех или иных обстоятельствах, я считаю, что папа и мама молчаливым примером должны привить вот эту вот способность одеваться к месту, ко времени и так, чтобы себе нравится. Где они должны это найти? В идеале от своих папы и мамы. Ну, вот случилось, что... Да, то, пожалуйста, можно читать блоги, можно приходить и учиться в школе. Да, и в любом случае сейчас очень много, к счастью, доступной информации. Я только всегда призываю чуть-чуть пропускать ее через аналитику, да, через собственное сознание, через призму своей жизни. И тот, кто думает и умеет пользоваться информацией, он обязательно сделает себе классный гардероб. Скажи, как специалист, что обязательно должно быть в гардеробе у женщины и у мужчины? Ой, ну это же, правда, очень сильно зависит от конкретного образа жизни женщины и мужчины. Мне кажется, должен быть баланс, как во всем в жизни, да, и не должно быть никаких крайностей и переборов, когда там чего-то слишком много. Я против перепотребления, я за экологию, за природу, да, за разумное потребление. Я против того, когда мы все в сомнениях и неуверенности, потому что это тоже ни к чему хорошему в жизни не приводит. И я точно знаю, что когда мы выглядим классно, мы себя очень хорошо чувствуем, и люди тянутся, и в жизни все удается гораздо быстрее. Клуб любителей фэшн-индустрии, дорогие друзья, на телерадиоканале «Страна ФМ» тоже есть. Это малоизвестный клуб, и вот он, так сказать, представил для обсуждения Татьяны несколько своих участников. Покажи, пожалуйста, на камеру. Вот такая красивая девушка. Да, да, да. Очень красивая девушка. Что скажешь по поводу этого лука, да, да. Я скажу, что красотка невероятная в жизнерадостном желтом канареечном джемпере. Все очень красиво, да. Отличная повседневная одежда. На камеру показывай, потому что у меня несколько фотографий. Смотрим, какая чудесная девушка. Это фэшн-клуб страны ФМ, пожалуйста. У вас тут прям как на подбор. Вот, давайте так. Таня, пожалуйста, твой комментарий. Это прям очень женственная, сексуальная девушка с шикарными бровями. Просто шикарно. И главное, ни одна не в черном. У вас тут прям какой-то клуб роскошных женщин. Понятно. Давай удиви меня. Мы продолжаем заседание. Танечка, вот еще, пожалуйста, возьми. Я уже днишку просвечивается. Еще одна красотка. Что скажешь? Показывай на камеру еще, да, вот и комментируй. Я хочу сказать, что я давно в одном месте столько хорошо одетых женщин, красивых женщин не встречала. Я надеюсь, они встретят меня за дверью. Я пожму им руки. Вот еще одна представительница прекрасного пола тоже просит прокомментировать свой лук. Смотрите на эти ноги. Вот юбочка правильная или длинная? С такими ногами можно в трусах. Отлично, да? Все хорошо, мы ей скажем, да. Вот еще, посмотри, пожалуйста. Это, наверное, из Дубая. Это какая-то фэшн-дива. Фэшн-дива, да? Очень красиво. Такое немножко брутальное сочетание красного, белого и черного, но девушка явно не идет. Так, вот наша детская секция представила фотографию. Посмотри, пожалуйста, здесь. Детская секция. Да, у нас есть и такая. Что здесь, ты скажешь по поводу? Пара красивых ведущих, одетых со вкусом. Уместно, посидевно. Все, друзья, мы одеваемся со вкусом. Спасибо. Это был комментарий Татьяны Тимофеевой. Тань, значит, что вообще, ну, вот с чего начинать заниматься своим гардеробом? Не выкидывать же все, правильно? Как-то надо сесть, наверное, разобрать все, что оставить. Да, да, да. Конечно, есть шаги, которые можно предпринять самостоятельно. Как минимум самостоятельно точно можно убирать вещи, которые слегка подвышли из строя, или которые сейчас просто не по размеру, или в которых ты себе не нравишься, потому что таких тоже в гардеробах много. Чего они там маринуются, непонятно. И тогда дышать становится легче. Вообще есть удивительная история про то, что когда вот из, ну, это, наверное, так везде, в любой сфере жизни убираешь шлак всякий, да, который просто лежит и копится, жить становится легче, дышать спокойнее. Да, энергию забирает. И когда у тебя даже вот на удивление меньше вещей, но правда они все тебе подходят, между собой сочетаются, у тебя получается просто больше комплектов. Ты меньше думаешь, вот стоя перед гардеробом, в чем я, куда сегодня пойду. Поэтому первоначальную зачистку, даже подозревая, что не все понимаешь в том, как оно должно сочетаться, можно сделать самостоятельно, а дальше либо читать, вникать в тему, разбираться, либо пойти учиться. Но вообще это вот из разряда, мы же на кухню не приходим, не кидаем в кастрюлю все подряд. Нет, конечно. Ну вот, а в гардероб мы все подряд скидываем. Потом удивляемся, что тут невкусно, там несъедобно. Ты говоришь, учиться пойти, а куда учиться лучше пойти? Ну, естественно, я буду сейчас завлекать в школу шоппинга. Неужели я назову какое-то другое место? Но в целом, правда, сейчас такое время, когда вокруг нас очень много крутых специалистов, и тренд такой, что, видишь, мы обязаны быть полезными, просто чтобы, как сказать, чтобы наши бренды тоже развивались. И это чудесное время, когда ты можешь нести свою социальную миссию. Я вот ее, например, с удовольствием несу. Можно просто подписаться на ряд стилистов, и это совершенно нормально, что не все нравятся. Надо найти тех, от кого тебе классно. Но я всегда рекомендую еще добавить тех, от кого тебе некомфортно, просто потому что выход из зоны комфорта — это тоже развитие. Пусть тебя кто-то подбешивает. Слушай, а вы как-то вот, ну, стилистов, я так понимаю, что несколько же стилистов известных. У нас много, у нас миллион. Ну, я имею в виду VIP, вот уже таких уровней. Ну, VIP-серам много. Миллионщиков там в Инстаграме и так далее. Ну, скажи, как-то вы между собой общаетесь? Есть какая-то конференция у вас, вы встречаетесь? Может быть, списываетесь? Что-то там? Ну, ты знаешь, как я тебе скажу, что бывает, с кем ты общаешься, с кем ты нет, с кем ты пересекаешься на каких-то мероприятиях, с кем-то у тебя подружки-клиентки, да, и ты волей-неволей. Ну, да. С кем-то, ну, чисто вот тоже сам подписываешься, смотришь, восхищаешься, или наоборот раздражаешься, думаешь, о боже. Да, поэтому, ну, безусловно, бизнес-сообщество общается между собой, и это здорово. Ну, еще мы между собой конкурируем, а это еще круче, потому что так мы с кожей вон лезем, чтобы стать еще лучше, а тем, кто на нас подписан, становится еще полезнее, еще интереснее. Есть такое вот, например, ночью артисты спят, могут проснуться, у них песня родилась, они вскакивают, записывают, специальный блокнот лежит на тумбочке у кровати, чтобы вот строчку или какие-то, может быть, мелодические ходы, у тебя что-то раз одно с другим сочетается. Как вообще творишь? На ходу или в специальное время у тебя? Ну, вот мне всегда нравилось писать, я все не понимала, как это встроится в мою жизнь, но в итоге вот появились блогеры, и я оказалась одним из них. Конечно, ну, бывает, меня кусает муза, прям резко, ни с того, ни с сего. Снизходит, не кусает. Кусает, меня жалит. Прям жалит. Вот, и для быстрых каких-то реализаций моих мыслей, у меня есть, слава богу, Инстаграм, там можно коротко и быстро это сделать. А если я хочу на тему развернуто пообщаться, у меня есть блог в интернете, где прям подробно, с чувством, с тактом, с расстановкой. Лучшее в стране. Дорогие друзья, Татьяна Тимофеева по-прежнему в эфире телерадиоканала «Страна.ФМ». В нашей программе «Лучшее в стране». Гардеробная фея с безупречным вкусом. Так Таня пишет о себе. И без скромности. И обо мне пишет «Форбс». Это тоже Таняна фраза. Он пишет. В Инстаграме. Как вообще вы встретились? В первые... Ну, конечно, что это было. Ну, с «Форбс» у меня длинные отношения. Мой первый «Форбс», скажем так, встретился мне, конечно, по работе. Это был владелец и есть владелец очень известного бизнеса. И началось все с того, что я консультировала фирму по корпоративному адрескоду. Что не хватало фирме до твоего прихода? Ой, фирме ничего не хватало. Вообще, это была одна из самых круто поставленных задач, которые я когда-либо слышала. В бизнесе у этого бизнесмена были вип-секретари. Три роскошные девушки. И вот задача была сформулирована так. Так, я хочу, чтобы когда клиенты, партнеры, коллеги приходят в зону вип-ресепшн, первое, чтобы они чувствовали, испытывали к этим девушкам, было безграничное уважение. Да, вот. Вот это было круто. То есть там о девчонках очень заботились. Я собирала гардеробы им. Мы ходили стильно, модно и достаточно по-деловому. И продолжалось это примерно два года. И потихонечку я переодевала топ-менеджмент компании. И потом мне выпала честь заняться деловым гардеробом самого шефа. Вот это был первый Forbes. И потом было еще где-то трое мужчин-клиентов этого уровня. Сейчас достаточно много именно женщин-топ-менеджеров, владельцев собственного бизнеса, которые являются именно моими частными клиентами. Но в чем главная сложность для них? В принципе, у них время, да? Время. Я бы сказала, что вот характерная особенность именно вот этого пула клиентов, у них отлично все со вкусом, вообще безусловно. И они ищут человека, который понимает их и видит, как им бы хотелось одеваться. То есть, на самом деле, я просто экономлю им время, заполняю им гардероб тем, чтобы они, в принципе, и сами купили себе, просто им некогда. То есть, они говорят, Танюш, вот у нас скоро весна, необходимо на весну нам... Танюш знает, что скоро весна. Вот ей даже говорить не надо. А, ты уже на год вперед делаешь все сама? Ну, естественно, я просто веду этот гардероб, и я всегда знаю, что собрать в командировку. И могу и в пять утра приехать, приходится иногда так делать, когда, например, это несколько перелетов со стыковкой в Москве, поменять чемоданы, наполненные тем, что нужно, и снова отпустить человека в его бизнес-жизнь. Если говорить о артистах, они к тебе обращаются? Я не работаю с шоу-бизнесом. Шоу-бизнесом, да. Вот вам шоу-бизнес. Обращались несколько раз, но, честно говоря, просто это другая сфера. Я считаю, что каждый должен делать то, в чем он хорош. И тут мне пришлось исследовать вопрос заново. Одно дело деловая одежда, повседневная одежда, другое дело сцена. Ну, не все, может быть, являются топ-менеджерами в VIP-уровне, чтобы работать с тобой. Есть люди, которые занимаются бизнесом, но, тем не менее, пока еще не достигли таких высот. Какие, может быть, ты им советы дашь в своем гардеробе? Что, как им самим настроить? Вот, собственно, для всех нас, обычных людей, я веду свои блоги и создала онлайн-школу. Это как раз та площадка, на которой я говорю о повседневном гардеробе для обычной жизни. И у меня учатся и мамочки, и всякие сотрудники от линейных, на самом деле, и до менеджеров. Те, кто делает карьеру, те, кто путешествует, те, кто начинает или продолжает собственный бизнес. Я какой совет могу дать? Да. Плохо впадать в крайности, плохо не знать, что тебе идет, плохо сомневаться в своем выборе и в себе. Поэтому нужно, если мы чувствуем, что есть проблема с гардеробом, нужно ее опознать и решить. А проблемы у всех, правда, очень разные, и корень зла всегда оказывается в разных вещах. Это индивидуально. Хорошо, мы будем подписываться в Инстаграм и спрашивать тебя в Инстаграме. Прямо сразу прививка хорошего вкуса. С первого дня. Спасибо. Значит, время бежит, ты уже 15 лет в индустрии, и, собственно, скоро-скоро, наверное, уже будут люди, которые тебя подсидят. Есть два человека, у которых, возможно, это получится, потому что они всю свою жизнь наблюдают, как ты работаешь. Это твои дети. Мои дети. Расскажи, что у них вообще со стилем, с вкусом, с желанием этим заниматься? Мне кажется, что у меня у сына просто от рождения безупречный вкус, и такая вот прям дэнди-небрежность. Девчонки пусть берегутся, вот мои нервы тоже могут укреплять. А сколько у них еще есть время, сколько ему сейчас лет? Ему сейчас 8 лет, но на самом деле его не интересует мода и стиль, он здорово во всем этом разбирается в силу наблюдательности. Ну, конечно. То есть это ребенок, который отличает винное от баклажанного в тот момент, когда моя дочь знает только красный. Но у него есть грани. Но его интересует лего. Он очень круто снимает, это, видимо, у отца. Он потрясающе фотографирует. А дочка, она, да, она темой, безусловно, интересуется, всегда спрашивает. Она помладше, да? Она помладше, ей 6 лет. Ее вопрос такой достаточно частый. Это же вот это все будет мое, это наша общая сумочка. Вот, ну такая девчонка-девчонка. И она, конечно, собирается работать в школе шопинга. Место забронировала и сидит, ждет, когда настанет ее звездный час. Как зимой, скажи, вот оставаться человеком стильным, когда вот вокруг такая погода снежная. По-хорошему хочется вообще валенки надеть. Ну, пожалуйста, сейчас такие красивые валенки. Вот мне кажется, вот этот вот вопрос, он про то, как быть красивым, когда холодно. Я его вообще всю зиму читаю. Вот приходит зима и начинается в каждом комментарии вот этот вот вопрос. Так нельзя, так не получится. Вот мы традиционно красиво одеваться считаем, вот в нашей культуре, это нарядно одеваться, да. А на самом деле надо не наряжаться, а одеваться. И вот школа шопинга – это проект, который про то, как одеваться в повседневности красиво и удобно без компромиссов. Потому что компромиссы – это всегда жертва. Либо туда, либо сюда. Поэтому сейчас такой выбор одежды. Надо просто знать, что выбирать. И можно одеваться удобно и тепло. Скажи, а в других странах вот в этом плане есть какие-то отличия кардинальные? Конечно. Ну, менталитет, подожди его уже. Что, где, какие, расскажи. Ну, по-разному. Я думаю, что те, кто были в Европе, очень часто обращают внимание на то, что там так люди на одежде не сосредоточены. Да, все-таки культуры, они разные. Даже с точки зрения психологии, вот есть там более истероидные нации, менее истероидные нации. Это про потребность во внимании, потребность в украшательстве. Ну, приведи примеры, например, истероидные и нестероидные. Вот мы русские, мы истероидные очень. Важно пустить пыль в глаза. Очень. Ну, вот, да. Наверное, ну, я не знаю еще страну, где было бы столько вот стилистов вот просто среди людей. Где бы они еще пригодились такого количества. Это наши стилисты. Это наши люди. Вот. Ну, и традиционно это известно, что самые крутые рынки сбыта люкса — это Россия и Азия. То есть вторые — это вот японцы, это туда вот люди, которые готовы в состоянии тратить на то, чтобы выглядеть круто. Новые машины, новые телефоны, да, не успеют выйти айфон. Нам срочно же надо поменять. В нем же ничего не изменилось, но он должен быть у нас новый. Вот. Поэтому есть страны, где с этим вот как у нас, а есть страны, где очень нейтральненько. Друзья, очень хорошо, что есть страна под названием Россия, где свою миссию культурную выполняет Татьяна Тимофеева. Большое спасибо тебе за визит на страну ФМ. Мы будем следить за развитием твоего блога, твоей школы. До новых встреч в эфире. Все, друзья. Пока. Счастливо.